Эти круглые столы очень медленно начинаются, но кончаются очень интенсивно, и потом уже все, мы обнимаемся, и что-то получается. Вот еще очень важную часть этого мероприятия занимают именно русскоязычные круглые столы. Там немало есть членов КНЕСЭТа, министров русскоязычных. Как Вы считаете, вообще в Израиле миллион русскоязычного населения? А насколько действительно их пример в чем-то может послужить общему объединению всего Израиля? У русскоязычных есть все-таки особая ментальность, особое прошлое? Мне кажется, мы, они, русские, конечно, очень-очень сильные люди. Очень слабые и очень сильные. Очень много прошли душевно, физически, и их очень трудно сломать. И эта сила может передаться вот именно нерусским, которые тоже много прошли, но русские сильнее. Спасибо огромное, Аркадий Духин, и творческих успехов. Спасибо.